с гулом мотором пошли жадки по бескрайнему Азимову полю. Наши механизаторы уже давно убедились в преимуществе раздельной уборки, и поэтому ежегодно Азимы более чем на половине уборочной площади скашиваются на свал. Как всегда, техника готова отлично, опробована на косовице и чменя, и поэтому работа идет высокими темпами. Однако и комбайны не стоят без дела. Начинается уборка напрямую на созревших массивах. Такого хлеба, который был врыщен в 1978 году, не припомнят даже старожилы. Первые обмолоченные гектары показали наивысший за всю историю колхоза урожай. Много труда пришлось приложить земледельцам, чтобы получить такой хлеб. Правда, и погода была неплохой. Но без большой работы никакая погода не поможет. И мы все убеждены в справедливости слов генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева. Погода погодой, а работа работой. Погода погодой, а работа работой. Потоком пошло зерно на бригадные така. Зерно полновесное, литое. Радостным было начало жатвы для коллектива третьей бригады. Все время до этого здесь получали средние урожаи. А тут убрали 120-гектарный массив и ахнули. Каждый из них дал по 63 центнера отменной пшеницы. Ну и как же тут было не радоваться бригадиру Николаю Иосифовичу Сигареву, механизаторам, шоферам, всем членам бригады. Намечая стратегию жатвы, специалисты отводили на скашивание пшеницы 4 дня. За этот срок и управились с этой работой машинисты жаток. Ровные строчки волков остались на полях. Вслед за жатками появились здесь и комбайны. Уборка достигла наивысшего накала. Она требовала к себе постоянного внимания всех тружеников хозяйства, начиная от председателя и кончая рядовым колхозником. Успеху во многом способствовало отлично организованное социалистическое соревнование всех участников жатвы. Гласность, сравнимость результатов, хорошо разработанные меры морального и материального. Много добрых слов было сказано в адрес семейных агрегатов Александра и Евдокии Леухиных, Алексея и Галины Волкога, комбайнеров Петра Бирюка и Николая Фисенко, Григория Каноненко и Александра Шабатько. Можно назвать еще немало имен героев жатвы, но следует подчеркнуть, что каждый из ее участников работал, не жалея сил и достоин всяческих похвал. Труженики нашего колхоза имени Ленина давно уже убедились в преимуществах крупногруппового способа жатвы, дающего возможность четко организовать весь комплекс уборочных работ. Комбайны еще не покидали поля, как на освободившихся участках появлялись тракторы с волокушами. Солома с полей сразу же отвозилась на ферму. А затем в загонки заходили пахотные агрегаты. Забегая вперед, скажем, что план по подъему полупара в хозяйстве был выполнен всего через несколько дней после окончания жатвы. Можно много говорить о том, как шла жатва. Давайте просто посмотрим на нее и вспомним эти славные дни. Но об этом, конечно, умолчать нельзя. Каждый год во время уборки идут дожди. Не обошлось без них и на этот раз. Больше всего намокли поля во второй бригаде. В остальных поменьше. А на орошаемом участке дождя не было. Тогда и начался маневр техникой. Комбайны пошли на орошаемый участок. Вроде и небольшие здесь площади под пшеницей. А крепко помогли механизаторы второй бригады. И до того, как вернуться на свои поля, убрались комбайнерами участка 10 лет.